Петербург В России сейчас нет человека опаснее, чем этот Ульянов Смею доложить, нам известно, он снова в Петербурге Следить за каждым шагом, не спускать глаз Несмотря на слежку, Владимир Ильич встречался с рабочими революционерами Готовил создание революционной партии И помочь в этом должна была газета «Искра» О нашей будущей газете вы уже знаете Вот и поговорим о том, как вести дело Запомните первое, малейшая оплошность и рухнет многое, придется начинать заново Значит, на и первейшие условия конспирация и конспирация Осторожность и еще раз осторожность Газета выполнит свою задачу, задачу создания партии При условии, если будет учить революционной борьбе, зная вашу рабочую жизнь Значит, писать в нее непременно должны вы и ваши товарищи Это второе Третье Представьте, наша газета вышла, но грош ей цена, если она не дойдет до своего читателя Значит, надо наладить распространение газеты Транспорт Кто это может сделать? Вы и ваш товарищ Работы много 210 рублей на газету собрали Правда, плюс все больше полтинечки до целковые Спасибо Эти деньги самые дорогие Спасибо Но издавать газету в России было невозможно Все труднее было уходить от сыщиков И летом 1900 года Ленин выехал за границу Где решено было издавать русскую революционную газету «Искра» Долгие годы придется провести Владимиру Ильичу вдали от родины, в эмиграции Переезжать из страны в страну Но Ленин ни на минуту не прекратит революционные борьбы Уже в первый год эмиграции с помощью немецких революционеров Владимир Ильич наладит в Германии выпуск газеты «Искра» Тем временем в далекой России окончился срок ссылки Надежды Константинны Крупской И она собралась ехать к Владимиру Ильичу Да главное есть Да, а кто-нибудь поположил из народных мастерских? Я Написали? И сам написал, и есть письма от рабочих? Ну где же они? У меня Пожалуйста Можете рвать каждую страничку, не найдете Ну где же тогда? В корешок вклеено Вот и повезешь сердцесчипательный роман с начинкой Неведный подарочек Ну что ж, я привыкла книги возить Путь к Ленину был долг И вот Мюнхен, город, где в это время жил Владимир Ильич Наконец-то А я тебя жду и не дождусь Вот она, искра Ты будешь секретарем редакции Твое, а твое, хозяйство, товарищ Надежда Константиновна Делу его Иду Дел было действительно много Со всех концов России в газету шли письма от рабочих Так-так, уже работаем Сколько новых имен? Где ты их нашел? В России На заводах, на фабриках Пишут и пишут, только успевают печатать Все готово, Владимир Ильич Газета тайно переправлялась через границу Она несла рабочим России слово правды Учила революционной борьбе Помогала сплотиться в единую партию 1905 год В России революция Народ поднялся против царского режима Ленин возвратился на родину Чтобы возглавить революционное движение Но силы были неравны Царское правительство жестоко расправилось с восставшими Жизнь Ленина в опасности Он снова вынужден покинуть родину Так началась вторая эмиграция Владимира Ильича Опять ему придется менять города и страны Почти три года проведет он во Франции, в Париже В этом доме на улице Марий Рос Поселились Владимир Ильич с Надеждой Константиновной Вскоре их скромная квартира Станет центром революционной борьбы Сюда с новостями из России будут приезжать посланцы рабочих Но застать Владимира Ильича дома было непросто Чаще всего его можно было найти в библиотеке Где Ленин много и напряженно работал Написанные за границей книги Учили рабочих и крестьян бороться за освобождение Однако все дела откладывались Когда к Ленину приезжали товарищи по борьбе Как необходимы были Владимиру Ильичу Их рассказы о России Размышляя о том, почему первая русская революция Закончилась поражением Ленин все больше убеждался, что революционеров Нужно учить, чтобы они стали настоящими Вожаками рабочего класса И Ленин организует Неподалеку от Парижа В деревушке Ланжумо Специальную школу для русских рабочих революционеров Слушатели школы Очень любили занятия, которые вел Владимир Ильич Они постигали сложную науку революционной борьбы Много давало слушателям школы и знакомства с жизнью простых людей Франции Вместе с Владимиром Ильичом они бывали в маленьких театриках Где собирался рабочий люд, где со сцены звучали песни о свободе Зачастую песню подхватывал весь зал И Владимир Ильич пел вместе со всеми Чем бы ни занимался Ленин Даже в редкие часы прогулок Все мысли его были далеко В России Часто Владимир Ильич с Надеждой Константиновной Приезжали сюда, на маленький аэродром под Парижем Они подолгу смотрели на взлетающие аэропланы И, может быть, думали о том взлете Который предстоит совершить народу России В свой счастливый завтрашний день Ради этого жил и напряженно работал в эмиграции Вдали от России Владимир Ильич Ленин КОНЕЦ